И прямо сейчас смерть за реплику в родительском чате. В среду, 4 ноября, в Волгограде хранили романа Гребенюка. История его чудовищно жестокого убийства на глазах целой толпы свидетелей. Вот уже который день остается главной темой, которую бурно обсуждают. И в средствах массовой информации, и в социальных сетях. Уже известно, что причиной убийства волгоградского риэлтора стала ссора в родительском чате. Кажется, уже даже в самом глубоком российском захолустье такой чат есть у каждого школьного класса, у каждой группы в детском саду, у каждого поселка и даже у каждого дома. И кто хоть раз заглядывал туда хоть одним глазком, видел те длинные интернет-полотна обсуждений и споров по любому поводу. Сколько денег собирать на ремонт класса, что дарить преподавателю на день учителя, в котором часу утренник или линейка, что сегодня задали по математике и почему так много. И все теперь знают, любой, даже самый невинный вопрос в таком чате может вызвать многочасовую родительскую перепалку и даже самую настоящую войну. Обычно на таких школьных и детсадовских страницах днями напролет просиживают мамаши. Но Роман Гребенюк был отцом. Отцом-одиночкой. Он один воспитывал 12-летнюю дочь. Убийца, родной брат обиженной мамаши, который после перепалки в родительском чате забил Романа до смерти, на глазах десятков свидетелей уже на следующий день был взят под стражу. Его ждет суд, и хочется в это верить очень и очень долгий срок. Но, кажется, ни у кого, кто следит за этим делом, нет ощущения, что справедливость восторжествовала. Ну, хотя бы потому, что эта самая мамаша, которая спровоцировала скандал в родительском чате, а потом позвала на разборке мужа и брата именно себя, а не погибшего, считает настоящей жертвой. А ее муж, угрожавший Роману, по-прежнему на свободе. Наш репортер Алексей Симахин пытался понять, неужели подстрекателем дикого и жестокого убийства за это ничего не будет. Эта словесная схватка в родительском чате должна была закончиться там же, где и началась. Но всего за три часа виртуальный конфликт перейдет в жизнь реальную и станет фатальным для риэлтора Романа Гребенюка. 40 лет забрать дитя за какого-то слова? За что? Родители в чате будут обсуждать сроки сдачи теста по русскому языку. Когда станет понятно, что родительский комитет не может прийти к согласию, Роман Гребенюк напишет. Вопрос надо решать, а не сопли жевать. Он назвал ее соплижик. А для меня это мямли. Другими словами. Ребенка мы будем говорить, ты его мямли и назовешь. Но он так выразился. Я бы выразилась еще грубее. Эту фразу, адресованную всем родителям класса, на свой личный счет примет еще одна участница чата Ануш Мелконян. Вот она на фото вместе с Романом на школьном празднике. Гребенюк смелконян, пусть и не дружили, но все же были знакомы. И в конфликтах замечены не были. Ты что, бессмертный? Вы мне угрожаете? Далее в разговор вмешался супруг Ануш, Арман, который стал угрожать моему брату. И баба в штанах. Это Анина муж. Что, не ожидал меня здесь услышать? Если друзья тоже не помогут, то, блин, я жду. Ты можешь заранее уже взять больничную. Как ему казалось, он назначил встречу самым людным, а значит безопасным для себя местем. Это центр Волгограда. Кроме офиса банка, на этой площади расположены еще здания суда, городской прокуратуры, главное управление МЧС. Но Мелконянов не испугают ни видеокамеры на улицах и в офисе, ни даже охрана банка. Елена Кондратьева в тот день будет сопровождать на сделке в банке своего коллегу Романа. Он ее попросит об этом лично. Это она снимет это кровавое видео, став вместе с десятками посетителей банка свидетелем этой чудовищной расправы. Он сюда подошел, и вот с этого места начались несколько ударов, он вот так отскочил, и вот здесь он уже упал, просто потеряв сознание. Вы что, вообще что ли? Скорую, милицию вызывайте! Давайте сюда! Выньте язык! Помогите, помогите! Помогите, выньте язык! Где-то с этого места он вернулся и подошел еще раз, угрожал. И вот на что стоит обратить внимание. Проломит голову Костетом Роману вовсе не муж Ануш, так настойчиво призывавший в своих сообщениях с угрозами к мужской чести жертвы, а ее родной брат Арсен Мелконян. Сама Ануша вместе с супругом будут стоять рядом и наблюдать за происходящим со стороны. Самое что страшное, они приехали, жена и муж наблюдали, за всем этим сбоку стояли. А брат исполнял преступление. И вот что самое удивительное, Мелконян совершенно спокойно, вальяжным, медленным шагом покинет место преступления. Его никто не остановит, а задержит лишь спустя час. В ходе разговора он оскорблен, я ему нанес несколько ударов в области головы. В результате чего он упал, и я потом ушел. Там не было оскорблений, да? Там и драки не было. Там и драки не было, там было просто убийство. Я вообще поражаюсь с того просто, что все стояли и смотрели. То бишь он зашел, он ударил человека, он убил человека, и он вышел. Что же известно о самом Арсене Мелконяне, нанесшему Роману Гребеннику, смертельную травму. Ранее судимый за мошенничество, он был замечен в автоподставах на дорогах Волгограда, еще и владел автосервисом. Вот как дипломатично в присутствии полиции он вел диалог со своими соседями, которые не могли спокойно спать ночью из-за работающей болгарки в его мастерской. Я вашу маму, вы уже здесь резать, я подсыпаю. Но что могло стать причиной такого умопопрощения его сестры? Почему вместо того, чтобы прекратить конфликт, сама Ануш только подогревала его? Это для меня называется танец жертвы, когда жертва провоцирует, привлекает к себе внимание, провоцирует некую агрессивную ситуацию для того, чтобы потом получить наказание. То есть вот такой вот круг, такой замкнутый. И здесь это чисто психологическая проблема конкретной семьи. Она, кажется, и в самом деле чувствует себя жертвой. Ануш даже не пыталась хотя бы извиниться перед семьей Гребенников. Это дом Мелконянов. Сразу после ареста брата здесь ни Ануш, ни ее мужа больше никто не видел. А они, вы их видели? Сегодня не видел. И вчера тоже не видел. И вообще видел. То есть вы считаете, они сбежали из города, да? Понятно вообще. Я их не знаю. Разговаривался с матерью. Она говорит, мы боимся. Сейчас стоят на улице непонятные люди, кричат, бьют в двери. Что нам делать, мы не знаем. Может быть, они куда-то просто на какой-то период просто спрятались. Обостренное чувство вины сейчас испытывают, пожалуй, только родители из школьного чата. Может быть, надо было его в тот момент поддержать, и если бы поддержали бы, конфликт не дошел бы до рукоприкладства. Вот этот момент мы упустили, может быть. В день похорон Романа Гребенюка его коллеги устроят флешмоб и проедут автоколонной по улицам Волгограда с его портретами на стеклах своих автомобилей. Его коллеги сегодня любыми способами пытаются привлечь это дело максимально широкой огласке, чтобы остальные действующие лица конфликта, а если конкретнее зачинщики, Ануш и ее муж, не смогли уйти от ответственности. Мы все очень хотим, чтобы все виновники этого были наказаны. Вы помните, она написала, ты что, бессмертный? И события, которые после этого последовали, говорят о том, что она сыграла, если не ключевую, то очень важную роль. То здесь я полагаю, что можно говорить о лишении свободы вплоть до 5-6 лет. На уроках истории рассказывали, что в Волгограде буквально каждый метр земли во время войны был пропитан кровью. В боях за город полегло больше миллиона солдат. Но как сейчас, в мирное время, объяснить 12-летней дочке Романа Яне, что у ее отца отобрали жизнь за случайное слово в родительском чате? Что это такое в нашем мире? Люди, подумайте, какая жестокость у нас! Нельзя так жить, нельзя! Алексей Зимахин, Тамара Суханова, Игорь Кириллов, Денис Герасимов и Ярослав Филатов. Центральное телевидение. Кошмар. С этой бессмысленной звериной жестокостью действительно надо что-то делать. Ведь так жить действительно нельзя. Подонки, ублюдки. И сейчас самое главное, чтобы на скамье подсудимых оказался действительно не только убийца, но и все подстрекатели. Считайте это публичным обращением в прокуратуру. Продолжение следует... Продолжение следует...